здравствуйте на библейском портале экзогет мы отвечаем на ваши вопросы и сегодня у нас такой вопрос нет в сердце любви даже к собственным детям что делать ну я думаю любой смиренный человек видящий себя может сказать что в его сердце нет любви собственно никому и даже к собственным детям я могу то же самое сказать про себя и я думаю как я уже сказал любой человек может то же самое сказать про себя поэтому не до конца понятен не как бы не до конца понятна глубина этого вопроса то ли совсем ничего там нету пусто выжженная земля сухая может быть даже неприязнь постоянная не какая-то эмоционально вдруг иногда проявляемая либо в этом вопросе говорится о недостатке любви до которых действительно испытывает каждый из нас когда мы не можем не почувствовать не проявить необходимую любовь и вместо нее в сердце наше возникает раздражение возникают обиды возникает какая-то неприязнь возникают те или иные эмоции иногда действительно и какие-то они могут быть достаточно устойчивые но все-таки мы понимаем что детей своих мы любим но вот нам чего-то не хватает а бывает ситуации я попробую сейчас ответить на обе из них когда действительно нету вообще ничего когда условно говоря материнские отцовские инстинкты не просыпаются когда женщина смотрит на своего ребенка или мужчина и он абсолютно чужой к нему нет никакого интереса даже как не знаю к соседскому просто полностью ничего нет более значит кроме того мы действительно часто конечно сами себе мы в этом не признаемся но так бывает что к своим собственным детям разным детям мы можем тоже относиться по-разному кого-то любим больше кого-то любим меньше и вот я с этого примера начну когда мы например замечаем что кого-то что есть у нас среди детей кто-то в любимчиках а кто-то вроде как почти что там в пасынках или в падчерицах ходит мы там требуем требуем от них больше а вроде как эмоции даем и внутри даже испытываем меньше вот на этом примере можно показать как вообще с этой проблемой что с ней делать вот если вы вдруг заметили что кого-то своих детей вы любите меньше именно этому ребенку вы должны давать больше потому что ребенок всегда почувствует что вот эту какую-то несправедливость я сейчас говорю не о наших взрослых уже обидах которые тоже могут быть когда мы уже своим там каким-то рациональным умом или еще чем-то говорим вот там такие упреки знаете иногда проявляют уже взрослые дети когда мы говорим о маленьких детях они всегда это почувствуют но они это почувствуют нерационально они это не сформулируют не скажут мама почему-то меня меньше любишь например но они это почувствуют и чтобы как-то это скомпенсировать чтобы минимизировать те травмы которые это ощущение может ребенку нанести мы как раз должны больше этому ребенку давать мы должны если вот мы всем сердцем всею душой любим своего ребенка тогда надо заботиться том как бы его не избаловать вот за этим надо следить чтобы наоборот как-то свою любовь такую всеобъемлющую желающую помочь желающую защитить желающую порадовать как-то ее приструнить и держать в рамках чтобы действительно ребенок не избаловался а если вот этого как раз нет то мы в голове должны держать другое что вот прямо за какие-то значит какие-то правила себе завести например не забывать ребенка этого обнимать не забывать говорить ему хорошие слова не забывать расспрашивать его о том что у него там случилось то есть прямо вот делаете себе напоминал очку вот и пришел ребенок из школы вы не просто буркните ему ну привет и продолжаете заниматься им делаем потому что вам не интересно прям вот у вас есть такое правило в напоминал очки что самым важным для взаимного общения взаимных каких-то чувств является первые пять минут когда человек появляется в поле вашего зрения пришел ваш муж не пленитесь встать встретить его отложить интересные или важные дела которыми вы занимаетесь пришел ваш ребенок пришел пришла ваша жена пошла ваша мама потратьте эти пять минут на то чтобы поговорить расспросить обнять поцеловать и еще раз говорю подчеркиваю что это особенно важно по отношению к тем людям кому мы испытываем тот самый недостаток любви теперь переходим самой грустной части что действительно есть люди встречаются когда они вообще не чувствуют никакой любви есть древний святоотеческий принцип от внешнего к внутреннему тот самый принцип который я только что перед вами объяснял на примере недостаточной любви делайте дела любви молитесь о том чтобы господь эту любовь вам дал если ее нет совсем или приумножил если ее мало если это не помогает ну и параллельно с этим полезно бывает разобраться что собственно такого с вами случилось это не значит что вы плохой человек не значит вы плохой отец не значит вы плохая мать это значит что что-то вас какие-то ваши внутренние проблемы возможно внутренние боли спук или травма не позволяет вашим чувствам должным образом себя проявить или даже вообще голову в душе вашей приподнять и в такой ситуации когда любви нет вообще или она как вам кажется носит какой-то может быть неправильный или извращенный характер полезно обратиться к специалисту помоги нам всем господь любви не хватает нам всем внеси свой вклад оцени подпишись и поделись этим видео